Мне написал письмо, совсем маленький мальчик, который только что научился писать. Он очень много всего написал, пожелания, рассказы свои. И в конце он дописал, что я хочу по профессии стать Гойкомитичем. Я его понимаю. Маленький, маленький вопрос Константину. Константин, вы уже с Гойком много общаетесь. Вот как вы его для себя открыли, и что он теперь для вас? Вы ближе к нему. У нас столько времени. Ну подумаешь, не скажешь, не сейчас. Да, действительно, мы с ним познакомились теперь 4 года назад. Давайте, может быть, маленький такой фрагмент, который действительно меня... О, это было очень сильно. Я связался с агентством, как это положено. И в агентстве сначала мне отвечали, потом отвечали, потом, в общем, пообещали, что попробуют. И в конце концов ко мне пришла информация, что да, Гойка согласился прийти на это. Мы заказали билеты, мы все сделали. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. И, ну естественно, у меня нет ни телефона. Это было, по-моему, суббота или воскресенье. Суббота, да. Агентство закрыто. Никого. То есть у меня никаких, никакой обратной связи к нему нет. Я в аэропорту, как положено, за 3 часа до посадки. Но очень рад, я переживал, чтобы все прошло хорошо. В общем, все посадки прошли, все хорошо. Я подходил уже пару раз к этим диспетчерам, говорю, там случайный Гойка не проходил. Нет, не было. Ну и, в общем, уже они закрывать собираются и говорят, а вы-то полетите. А я говорю, а кому я там нужен без него? И в этот момент появляется этот красавчик. Улыбается, довольный, счастливый. Ну, мы обнялись. Ну, нормально. И с тех пор, я надеюсь, это взаимно, это мой очень большой друг. Мы прекрасно друг друга понимаем, мы говорим на самые разные злободневные темы. Я узнал его теперь как человека. И поверьте мне, что человек Гойка Митич, это, по крайней мере, не меньше, чем актер Гойка Митич. Вот, это действительно очень хороший человек с большой буквы.